всем привет drive youtube засниму сейчас видео про двигатель mercedes m110 который у нас с мерседеса со 126 стоял на нашем что на черном вообще это двигатель с серого марса который я сейчас продаю короче хочу сделать надо его до разбирать поршневая идут померили мы стандартная просто разбирала просто части головку только сняты я хочу снять поддон час вытащить поршня в общем посмотреть как простучал сильно нет если кориды и простучали то это хорошо мы возможно его еще восстановим этот мотор раз шлифонем шатунные шейки и вообще как на продажу я продаю как бы с и продаю с этим мотором все спрашивают чё с мотором как он вот разберу и как говорится уже покажу может быть даже фотки в объявлении добавлю продаю 126 не одни и черная который у меня дома серый за 30 тысяч его принципе отдаю все это пока сейчас вот если я на него надумаю ставить двигатель дизельный я скорее всего буду ставить двигатель который у меня на 123 то уже продавать не буду в общем все давайте сейчас мы подвесим на лепёдке и будем потом скрывать на весной этапе снимем особо показывать не буду много уже покажу как снятый потом будет еще железный собака мы сейчас поснимаем гидра что-то на весной все смело скрываем концевичок работает нормально попробую попустим опять сняли мы генератор скиф сейчас здесь скиф оказывается здесь откручивается что-то забыл вот можно помпу снять уже как помешает скифом большой так чаще снимаю гидрать трамблер и она пока тоже трогать не буду пусть он стоит ну и это пробовать не луны поддон снимаю поддон попробуем снять мишка придерживай там точно бизде открутили что странно вроде долбится как будто где-то еще есть болтик биздец как будто где-то еще есть болтик биздец как будто бы то полумагодин доставляли ладно пути спели подешки в нем было что шпиньки 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 только отвёртку возьми железный так потихоньку помогай иди там сзади держи поддон чтобы он не открывался сразу не сходим пускай там масло еще вот какая струсечка струсечка сейчас маленько стечет покажи вам снизу что там есть что мы же интересного увидим ты снимай куда съедим вот он первый ой ну второй третий тоже поболтается в основном первый ну эти болтают вот они стучат ну а первый сильно интересно шейку сильно простучал можно его открутить в принципе сейчас мы его поставим на заднюю часть и открутим уже тогда давайте еще чуть-чуть вот так крутили мы масляный насос вмешался насос кстати я вот зря на нем не разбирал вот кстати на карбюратор видите насос этот с кулачком я че он такой тугой сучка вообще туго-туго крутится прям туго греть как будто насосало туда ну ладно это мы потом разберемся так ну что давай неси ключи будем откручивать чтобы мы так ну тис посмотрим что тут за фрутиз шатается все нафиг шейка посинела он немного это хреново ну вот он первый застучал застучал больше всех шатуны не разваливаются уже разжилось нижник не выпадывает так что вкладыши ага сучка крутанула вкладыши это хреново шатуну хана уже видите вкладыши провернул вот шейку понрав вот она как ну все нехорошо вот здесь замки провернула ну ладно это первый так давайте выдачим поршень теперь посмотрим что там с поршнем сейчас шейку еще покажем да иди там принимай лови его второй вкладыш вот этот сильнее раздавило сфоткал? да видишь его расплющил да шейку ну нет она не сильно она накатала просто это радует значит значит я думаю не смертельно лишь бы коренные были целые там поднимай оттуда понимаете что не ловишь ты руками то держи чуть не уронил его шатуны какие то вон с меня с цифрами интересно шатун не болтается вообще классно ну вот это поршни стандартные вот эти поршни в принципе я думаю их можно еще использовать легко если вот гильзовать блок кольца не залегшие ничего у него и кстати ну замки я мерить конечно не буду зазоры но я думаю они плохие ну-ка там на самом горске не видно ничего ну ладно мы по горскам еще посмотрим попозже ржавчина маленько есть видно следы вот когда это стоял хода видишь вот с этого особенно плохо ржавый тоже было собака выработка есть пальцы ногтем чувствуется я думаю не смертель но это мы можем померить хотя нам особо мерить его смысла нет все равно растачивать будем ремонт он что сам это классно что он выходит под другой ремонт что тут за грязь он сейчас упал вот этому шатуну уже все хана это точно кстати у них интересно сделано на мерсах на этих почему-то тут масло только канала нет видите отверстие есть или закатала его да вон дырочка маленького вкладыша у него подается смазка на этот вот сюда на шатун у меня тут мысля была такая сделать можно сделать даже на дизеле можно так сделать там такая же система с той стороны отверстие есть просто внутри втулки надо сделать кольцевую канавку и будет масло какими-то иногда брызгать на поршень в общем охлаждать как типа масло форсунки такой ну это так у меня мысля такая есть может быть конечно и не надо но я думаю можно сделать и он будет импульсами подавать масло на поршень охлаждать днище вот так вот вот этому шатуну уже хана ну как хана выкидывать то его не надо конечно расточить его можно так ну чё откручиваем второй резьба потянута нагрелась гайка посмотрим второй сейчас поршня пока не вытаскивать а вот здесь нормально все видите но но поршень болтается видите вал посмотри какой вал он как это после шлифовки он даже не прикатался здесь пролетели с размером кстати посмотрим какие вкладыши размером стоят так вот вот я о чем говорил под вкладышами здесь стоят портянки видите какая фигня его шлифовали видать и что то в размеры дать не попали видите что кальбельшмиттовские вроде вкладыши так ну ка какой размер уууууу тут размер то уже охрененный единица это хреново что единица но не смертельно вкладыши, я думаю, сделаю сюда вообще самодельные. У меня есть зиловские вкладыши, там, короче, перегну, это тут обычная лента, ничего страшного. Вот как его шлифовали, чистенький. Ну, тут, кстати, вот выработку видно, хорошо надрало. Его, короче, сейчас надо в полтора, наверное, будет шлифовать. Очень сильно, короче, шлифовать этот вал надо будет. Надо будет мерить, вот здесь Эльфс сильно надрало, вот первый. Да, он даже видно, видишь, как сбоку, вот прям выработку видно, вот так вот на просвет. Да-да-да, вот сюда маленькую. Он их как изогнутый, прям видно невооруженным взглядом. Ну ладно, этот шатун нормальный, второй нормальный. Шатун и главный тут нормальный. Будем разбирать дальше, смотреть. Так, вот он второй Порше. Кольца тоже в порядке. Поршня вообще хорошая, ну-ка, поспите туда. Он вообще блок-то, в принципе, и это. Надо, наверное, померить выработку и зазор в этих колечках, а то, может, вообще не хрен к нему лезьте поршневой. Пусть он еще ходит, блядь. Что его растачивать лишний раз? Он еще походит маленько. Вкладыш его сделать. Кстати, да, нахер на его точить, если он еще может. Зазор им потом проверим, в кольцах какие-то. Это кольца можно померить. Выработка есть, да. Колечки, конечно, бы новые подкинуть. Может, кольца новые подкинем. Посмотрим, какая выработка. Здесь клапана доставали. Доставали. Третий. Где? Да ну, тебе кажется. Да, поэтому потом разберемся, что там доставало, что не доставало. Так, третий. Ну, третий не болтается, кстати. Третий. Ну, вот что, единицы вкладыша, это уже хреново, конечно. По идее-то уже ремонтного нету и Марса, по крайней мере. Так, все тянуто, хорошо они были. Без криминала. Тут тоже все в порядке. Вкладыши даже не задранные, ничего. Все чистим. Кошейка еще даже не переработанная после шлифовки. Что-то тут получилось. Какая-то херня непонятная с этим. Так, ну все, вытаскиваю. Тут тоже все в порядке. В принципе, я беру, наверное, проверять. Будем зазоры. Маслосъемные они неплохие. Вон масло-то не жрал этот мотор. Он нормально работал. У него просто хреновое давление было. Он и пер неплохо. Там, я думаю, головку надо просто сделать. У него компрессия какая-то разбежка была где-то. Но это из-за головки. Так что посмотрим. Может, берем еще его и соберем этот мотор. Такой, конечно, он будет. Не супер мотор, но вал надо остановить. Походит он еще. Пока денег копим на нормальный ремонт. У нас мотор-то лежит разной. Так, ну давайте сразу четвертый закручиваем. Четвертый тоже нормально закручен. Все, пучком, как говорится. Я беру, сейчас это только овал. Мы его и разбирать дальше не будем, потому что смысл его разбирать. Потом лобовую тут. Единственное, вот ГРМ, я не знаю, как у нас там попадет. Куда он там собьется, нет. А вообще болтали, что все поршня мы уже проверяли, да? Я думаю, тут что-то с размером не попали. Его не это, перешлифовали. Ну, тут что-то какое-то есть пятно непонятное. Чуть-чуть побитый, видно. Ну-ка, сейчас поршень будет еще посмотрим. А где все цель? Так, что тут у нас? Поршень целый, кольца целые, не залегшие, ничего. Все пучком. Поршневая шивая была, как бы классно было вообще. Цилиндр чистенький, он блестит. Включай. Посмотрим, что здесь. Здесь тоже все нормально. Они просто болтались, они в размер не попали. Пятый тоже нормально. Снимаем поршень. Что тут у нас? Кольца целые, поршня нормальная. Так, какие-то задиры есть, но это ржавчина была в цилиндрах. Поршневая, наверное, мы оставим эту. Тут так же чистенькая все. Чистенькая все. А там вот поршень не до конца ходил, видно даже. Видно? Ну это не поршень не до конца, это кольца не до конца ходят. Кольца не до конца ходят. Поршень-то до конца ходит. Так, ну снимаем шестой. Типа как хон там. И посмотрим, что с шестым. Тоже все нормально, но он болтался. И у них уже, смотри, портянки поставлены там. Я сразу, когда вот еще взял этот мотор. Поршень. Так. Ну-ка, обычно. Да ничего, тут тоже все кольца нормальные, ничего не заржатые. Ржавчина вот маленькая есть. Он, видать, был ржавый немного. Ну-ка там посвятиться, не ржавый? Ржавый. А? Ржавый. Сильно? Вот так маленько. Ну ничего страшного. Все, короче. Наждачечки пройдемся. Там чуть-чуть наждачки. Так, ну все. Будем разбирать сейчас. Вытаскивать сам вал. Шкив я здесь открутил, да его можно совсем открутить. Будем смотреть коренные. Если коренные живые, то нам повезет. Можно сказать. Нам только надо будет вот сделать, видите, порнографию. Найти надо родные размеры будет в книге. Какие у него идут размеры. Сейчас мы посмотрим первый. И посчитаем, наверное, под 1,25 надо будет. Под 1,25 вкладыши можно найти. Они есть на некоторых машинах. На газиках там они идут, такие размеры. А тут вкладыши похожи даже на газовские. Какие-нибудь подобрать, я думаю, можно все равно. 1,25. Там замки переделать, ничего страшного. У нас где-то вкладыши там до хрена. Перекатать их. Оправку вытащить на станке. Понял? Обжать так же прям шатуном. А эти, видите, коренные, их никак не сделаешь. Они вот такие толстые. Коренные нормальные. Задир есть, конечно, какой-то посередине, как канал. Маленько грелся. Видно вот здесь шейка. Но она нормальная. Ничего страшного. Хорошо бы все были они нормальные. Так, ну ладно сейчас. Откручиваем все. Нижненькие уже посмотрим, что будет. Все сразу. Короче, снимаем мы вот вкладыши. Они какие-то как самодельные, как будто. Но они с алюминием вроде на этом. Это же алюминий, да? Не знаю, с чего их такие сделали. Но на них размера нету. Или они стандартные, блин? Они какие-то не похожи на заводские, нифига. Ни клейма никакого нету, ничего. Но они вот эти нормальные все вкладыши коренные. Видите, как замки. Они туго-туго сюда входят. Прям такие пружинистые. Где-то, по-моему, алюминиевые я с того мотора снимал. Коренные. Там не стоят? Нет. А эти прям какие-то такие, сталь такая, блин, хорошая. И размер непонятный. Но мы потом вал померим, какой размер узнаем. Здесь-то единица написана была. В общем, с чего-то похожего вкладыша сюда подбирали. Снимаем движку. Движку валы. Цепочку можно не снимать. Если поршневое трогать не будем, можно, как говорится, здесь все оставить. Единственное, я вот не знаю, ГРМ у нас собьется, наверное. Как там не ГРМ, а этот трамблер, блин. Как-то надо будет подводить его потом. Ну, в принципе, его подведем на первый цилиндр потом. Я думаю, поймаем этот момент. Быстроим. Тогда будем собирать, надо сразу только не забыть. Так, короче, что здесь у нас по шейкам? Сразу посмотрим. Самое интересное, здесь вкладыши все самопальные. Вот, смотрите, шатуны. Вал вообще классный, смотрите, 7 опор. Коренные все классные. Он шлифованный, шатуны просто с размером не попали. А вообще он, скорее всего, стуканул. И мало того, что из-за размера, я думаю, он стуканул из-за этого. Вот здесь тоже, но это раньше, видать, еще стуканул. Раньше когда-то, когда-то стуканул шестой, сейчас стуканул первый. Видать, не попали что-то с размером здесь. Сейчас мы будем промерять, запишем размеры, посмотрим по книге. Кому будут интересны размеры, сами посмотрите, какие у них размеры идут. Ну, я, может, сейчас книгу найду, если их недалеко лежит, скажу, какие размеры. Но мы сейчас замерим, сперва, что у нас, под какие ремонты, я не знаю, под какой ремонт. И самое, что интересно, мне кажется, вот эти вкладыши, вот они все, они все самодельные. Даже вот этот вот с опорным, опорный, вот все чистенькие, нормально. Смотрите, как сделано. О, полукольца, видите, приклепанные вот тут. Они как на штифтиках сделаны. Не задранные, ничего, все четко, вкладыши хорошие вообще. Мотор. Вкладыши мне кажется, с трактора. Толщина вот такая, они стальные и с этим. Вот кто может знает, но мне кажется, с трактор. Я вот пойду завтра, поеду завтра к расточнику. Вот эту херню будем делать. И не знаю, под какой размер он выйдет, мы там посчитаем. Сейчас я замерю, что у нас, почем, как говорится, стандартный размер какой. И я думаю, мы его расточим, какие-нибудь подберем вкладыши сюда, с какой-нибудь нашей машины. А эти, мне кажется, с трактора. Потому что я только на тракторе видел вот такие толстые вкладыши. Именно толстые, они стальные. Родные марцевские, они алюминиевые. Родные марцевские. А это и сталь. Это с какого-то трактора. И они, по ходу, подходят по диаметру шейки. Потому что они вряд ли их перегибали, они очень жесткие. Только замки переделаны, видно, что замки по-другому сделаны. И все. Ну и вот эти отверстия, естественно. Может быть, вот тут. Короче, или вообще, может, самопальный. Вот единственный самый хреновенький у нас вкладыш, хреновая шейка. Это вот эта первая коренная. Вот она ее подрала. Ну это первый цилиндр стучал. Ну как подрала? Не особо уж подрала. Вот она. Ну мы хотя сейчас промерим. Нутромером. Вот такая вот фигня. Ну и этот промерим. Горшки, кстати, вот видно хорошо. Ржавчина была. Да, он стоял же много лет. Видишь, ржавчины сколько на стенках. Ну я думаю, тоже тут все нормально будет. Короче, скорее всего, мой этот двигатель оживим. Вот. Сделаем вкладыш шатунный. Заменим один шатун. Шатуннов у нас полно. Найдем какой-нибудь. Блок чистенький. Блок, но чистенький. Смотрите, какой. Это в кого? В нем бензин бежал, бензонасос, видать, пропускал. Был бензина в нем, знаете, сколько налито. Первый раз. Плюс вот мы уже меняли на нем масло. У него масло-то свеженькое абсолютно. Смотрите, как вымыл его здесь. Он вообще наичистейший мотор. Вот тут ржавчина, это конденсат. Смотри, он как лежал, видишь, попало. Это ржавчина вот эта коричневая. Нет, я имею в виду, вот видишь, сейчас вот эти капли коричневые. Это ржавчина. Это не масло. Ну ладно, все. С блоком, в принципе, у нас сейчас останется замерить только поршневую. Есть там выработка, но она походит. А в основном надо валом сейчас промерить. Все, промеряем. Так, шестая коренная у нас. А, седьмая, да. 59 получается. Так, вот у нас 60, да. 59 и... Так, пятерочка, да. 26. 59, 74. Вот, 59, 74. Так. Тут чуть-чуть что-то. Тут также 59, 74. Здесь также. Здесь также. Первая, например. Первая, она самая такая. Под вопросом. Чего она нам покажет? Нет, что-то все четко. Она просто немножко как бы это, поголодала. Да, все четко. 59, 74. Все, наверное, будет. Ну, все, мы проверяем сейчас остальные и потом шатунные. Так. 46,95 получается. На пять соток меньше. Здесь шейка. Не знаю, что это за размер. Он не получился. Так, ну-ка, в этой плоскости. Шестое тоже какой-то маленькой синеватой шейка. Эллипсы есть. Но это в любом случае растачиваем. Нет, здесь эллипсы никакого нету. Но что-то они с размером пролетели. Вот, наверное, на пять соток вот на эти пролетели. Скорее всего, здесь ровно 46 должно быть. Переточили, короче. Так, это у нас была шестая. Шестой цилиндр. Здесь также, здесь 4. Пятый цилиндр что у нас? Вот так же. Так. Все мерим. А, первую давайте померим. Сильно простучал он, нет? Ну да. Ну, пять соток. Вот так он простучал. Но это пять соток, это не в этой плоскости я померил. Основная-то вот пробивает. У-у-у, тут вообще хорошо. Да. Хотя, в принципе, 35. Это получается еще 15 соток. Десятку, короче, он простучал где-то. Ну, тут, может, побольше где-то 15. Ну, выйдет он. Следующий размер он должен выйдет. Какой здесь, только непонятно был. Ну, сейчас мы знаем размер. Посмотрю я сейчас по книге. Ну, как бы единицы на вкладышах написаны. Посмотрю по книге, какой стандартный. Вот, правда, чем-то драло его. Ох, ни хрена себе. А нет, это тут не драло. Похоже, тут болгарка что-то запиливает. Что-то где-то он тут задевал, что ли, не пойму. Это какой у нас цилиндр-то? Верно-гарь, перевернусь. Середина, это средняя шейка. Что он там обдирал? Выше. А, вот. А что он тут так мог драть-то? Не понял. Думаешь, сами болгарки? Не, ну, это болгарка, да, это по-любому. Это, может быть, его балансировали, слушай, а? Хотя, кто так балансирует, обычно сверлит. Не знаю, короче, тут что-то какая-то маркировка. Так, ладно, будем мерить дальше. Какое мы померяем-то? Вот это? Все меряем до конца. Состояние цилиндров. Ржавчинка была в цилиндрах. Тут посильнее, да, в третьем? В четвертой. Вот в шестой стиль силе там нажала. Ну, сейчас померим, что у нас получается. Так. Сейчас мы так возьмем. Я тут не буду прям в размер четко вымерять. Вот по поверху сейчас тут по нулям выставлюсь. Вот в этой плоскости. Вот так вот. Ну, мы примерно определим все равно. Хотя можно по внутромеру выставиться. Вот. Тут 86. Идет стандарт. Так. Ну, смотрим. Ну, тут пять соток. Вот идет. Четыре. Четыре. А тут внизу пошло. Снова наносим. Вот в этой плоскости выработка сама. Тут даже немножко. Вот она. Не видно так. Вот так вот уже. Десяточка. Ну, десятка есть, да, в любом случае. Ту-5 в этой плоскости. Тебе видно что-нибудь там? Вот так вот сделаем. Вот тут даже небольшое. До пятерочки доходит. Ну-ка. Это, короче, сейчас я поставлю по этому. По нутромеру на 86 четко. А так непонятно. вот 86 миллиметров у него стандарт идет в принципе он смотрел по нулям как я его ставил так и есть видел все четко стандартно ну вот так вот можно сейчас уже четко посмотреть сколько он получается ну здесь десятка 11 соток это наверное самая большая выработка на первом цилиндре на втором десятка тысячи фигня здесь вот меньше здесь пятерка есть меньше больше ржавчины было ну да вон там видно вот с этой стороны вот здесь тоже пятерочка здесь тоже пятерочка вот лишь по нулям здесь тоже вот так тут вообще фигня вообще фигня по сути вот и здесь десятка главно 6 и 1 и 1 а вот на шестом кстати вам подарки берем хорошо подарки о угле но они кстати задиры на всех есть абсолютно смотри вот и только сейчас заметил прям пальцем так ощущается них хреново вообще классно потрогать были не знаю даже счета счету сейчас у меня уже у сомнения не расточить ли нам его нафиг нет сейчас мы посмотрим сейчас валом чего у нас получится символ хорошо сделаем может его расточим нет это нужен такой нельзя доставлять там это сильно тем более это продольные полосы они уже не закатаются нихера он масло будет жрать вот да и здесь вот хорошо видно вот иди с этой стороны еще поснимай видно нет и сервис эту сторону снимал немножко вот здесь вот борозда это середина как будто он перегревался и ржавчина это ржавчина вот он грелся до его подклинил а может без воды его гонять он же был разморожен и собак здесь такая швенела и вообще надо разветывать сильно завтра будем растачивать на те поршня отмачивать кольца доставать на этом давайте на это видео закончим мы разберем еще лобовую если будем растачивать надо лобовую полюбак разбирать еще там колечки потом может еще видишь куда с ними перед тем как уже будем растачивать поршня там надо нам добыть у нас там со ржавого чудовища есть поршня и там похоже тоже был мотор капитальный но они просто заржавели но кольца можно надо короче варить поршня будем говорить поршня доставать кольца они там хорошие зазоров видно что нет и будем наверно растачивать под первый ремонт его тем более он сами видите он стандартнее ну по первой выйдет оставлять так не будем ну его слова нам надо будет определиться даже если мужа я думаю если не слова у нас с этим ничего не получится у нас есть в принципе вал с нашего мотора который родной с него он это он в стандарте сейчас он под 0 25 но вы видели может тому смотрел мои видео на мерседесе ставлю ссылочку посмотрите когда мы притащили там просто срезала привод на масляном насосе до масляный насосе там да привод там шпонку срезал и короче не было давления и вот так погоняли позаводили дать ему стуканул мотор это был хорошей целью ну а сейчас вот на нашем марсе кто муж не знает это мотор мы уже давно его сняли а сейчас стоит у нас 123 мотор у нас у нас на ходу покажи то скажете нет просто на ходу все другим мотором просто ну да с этим мы сейчас еще порешаем увезу и вал тут и сюда и посмотрим вкладыши подберем уберем конечно тут вам не хочу я делать я тут мотор хочу от капиталить вообще хорошо на него покупать постели разведывалов я принципе нашел вот разведывал и бы еще найти новый новую при постели нашу вообще буду потихоньку короче на него запчасти готовить собирать дорого ремонт дорогой получается но если на ему найду новые постели распредвала и новые распредвалы тогда ему есть смысл от капиталит мотор будет очень хороший естественно вы поршня на все новое а этот вот так как говорится восстановим просто походит он свое пока я на тот как говорится запчасти собираю ну ладно вот такой вот такая была видюшка надеюсь вам понравилось кстати и там видео еще буду выкладывать старые мои видео по цифров не по цифровке которые из архива все заходим на драйв комментируем оцениваем подписываемся на канал 2 юнца от юрца всем спасибо за внимание до свидания